В Красноярске и Омске библиотеки обязали выдавать книги авторов иноагентов только по паспорту. Естественно, сразу приходит мысль о библиотечном спецхране как продолжение этой жизнерадостной мысли. К 88 году спецхран в Ленинке насчитывал 300 тысяч наименований книг и миллион газет. Туда ссылали все. Зиновьева, Каменева, Троцкого, эмигрантские издания и вообще все книги, которые могли повредить советскому человеку сознание. Спецхраны ликвидировали в 1990-м и переименовали в отделы литературы русского зарубежья. Как выяснилось, яд Троцкого и русского зарубежья не особо и действовал. А вообще, идея спецхрана давняя. С 16 века в Национальной библиотеке Франции существовал так называемый порнографический отдел. Раньше он назывался ад. Ну, что ж.